Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о истории, которую недавно рассмотрел Верховный суд касается повторной приватизации жилья. У нас Верховный суд рассмотрел 19 июля 22 года дело под номером 53 дефис КГ 22 дефис 14 дефис К8 и там гражданин добивался права на повторную приватизацию жилья. Ситуация у него сложилась следующая. Он проживал, имея собственность, в аварийном жилье. И, соответственно, местная администрация ему говорит, что давай-ка ты расстанешься со своей собственностью, а мы тебе дадим другую квартиру для пользования. Так они и поступили. Гражданин отдал свое приватизированное жилье в собственность администрации, администрация предоставила ему по социальному найму жилье. Совершенно очевидно, что социальный найм это не собственность и гражданин сказал, что, слушайте, я вот приватизировал предыдущее свое жилье и отдал его вам обратно. Соответственно, я вроде как и не использовал свое право приватизации, поскольку получил опять же таки жилье по социальному найму и хочу приватизировать. Ему, естественно, отказали. Он, естественно, пошел в суд и суды трех инстанций встали на его сторону, расценив эту ситуацию по логике. Да, ведь действительно человек имел собственность, отдал ее государству и, соответственно, его право на приватизацию, в общем-то, как-то обнулилось. Но Верховный суд не встал на сторону гражданина и сказал, что, уважаемый гражданин, у нас согласно статье 9.1 и статье 11 граждане имеют право на приватизацию всего один раз. Поэтому вы использовали свое право первоначально и вы распорядились приватизированным объектом недвижимости по своему желанию. Соответственно, никакая повторная приватизация вам не полагается. Эту замечательную историю мы в очередной раз комментируем в «Адвокатской газете». Публикация выйдет, может быть, сегодня, может быть, завтра. Ее можно будет прочитать на сайте «Адвокатской газеты». Материалы и номера этого дела мы, естественно, приводим в комментариях к данному видео. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.